Арабская сказка «Волшебная лампа Алладина», часть 2. О, владыка султан, сказал визирь, не стоит отдавать царевну за человека, которого ты даже не знаешь. Может быть, у него ничего нет, кроме этих камней. Пусть он подарит тебе еще 40 таких же блюд, наполненных драгоценными камнями, и 40 невольниц, чтобы нести эти блюда, и 40 рабов, чтобы их охранять. Тогда мы узнаем, богат он или нет. А про себя визирь подумал, невозможно, чтобы кто-нибудь мог все это добыть. Алладин будет бессилен это сделать, и султан не отдаст за него свою дочь. Ты хорошо придумал, визирь, закричал султан, и сказал матери Алладина. Ты слышала, что говорит визирь? Иди и передай твоему сыну. Если он хочет жениться на моей дочери, пусть присылает 40 золотых блюд с такими же камнями, 40 невольниц и 40 рабов. Мать Алладина поклонилась и вернулась домой. Увидя, что у матери нет в руках блюда, Алладин сказал, «О, матушка, я вижу, ты сегодня говорила с султаном. Что же он ответил тебе?» «Ах, дитя мое, лучше бы мне не ходить к султану и не говорить с ним», — ответила старуха. «Послушай только, что он мне сказал». И она передала Алладину слова султана, но Алладин засмеялся от радости и воскликнул. «Успокойся, матушка, это самое легкое дело». Он взял лампу и потер ее. Когда мать увидела это, она бегом бросилась в кухню, чтобы не видеть Джина. А Джин тотчас появился и сказал, «О, господин, я к твоим услугам. Чего ты хочешь? Требуй, получишь. Мне 40 золотых. Мне нужно 40 золотых блюд, полных драгоценных камней, 40 невольниц, чтобы нести эти блюда, и 40 рабов, чтобы их охранять», — сказал Алладин. «Будет исполнено, о господин», — ответил Маймун, раб Лампе. «Может быть, ты хочешь, чтобы я разрушил город или построил дворец? Приказывай». «Нет, сделай то, что я тебе сказал», — ответил Алладин. И раб Лампе скрылся. Скоро он появился снова. За ним шли 40 прекрасных невольниц. Каждая держала на голове золотое блюдо с драгоценными камнями. А за невольницами шли рослые красивые рабы с обнаженными мечами в руках. «Вот то, что ты требовал», — сказал джин и скрылся. Тогда мать Алладина вышла из кухни и осмотрела рабов и невольниц. Потом радостно и гордо она повела их ко дворцу султана. Весь народ сбежался посмотреть на это шествие. Стража во дворце застыла от изумления, когда увидела этих рабов и невольниц. Мать Алладина привела их прямо к султану. Все они поцеловали землю перед султаном и сняли блюда с головы. Поставили их в один ряд. «О, визирь!» — сказал султан. «Каково твое мнение? Разве не достоин тот, кто имеет такое богатство стать мужем моей дочери, царевна Будур?» «Достоин, о, владыка!» — отвечал визирь, тяжело вздыхая. «Пойди и передай твоему сыну, — сказал султан матери Алладина, что я принял его подарок и согласен выдать за него замуж царевну Будур. Пусть он придет ко мне, я хочу с ним познакомиться!» Мать Алладина торопливо поклонилась султану и побежала домой так быстро, что ветер не мог бы за ней угнаться. Она прибежала к Алладину и закричала. «Радуйся, сынок! Султан принял твой подарок и согласен, чтобы ты стал мужем царевны!» Он сказал это при всех. «Иди же, скорее, во дворец! Султан хочет с тобой познакомиться!» «Сейчас я пойду к султану!» — сказал Алладин. «А теперь уходи! Я буду разговаривать с Джином!» Алладин взял лампу, потер ее и тотчас появился маймун-раб лампы. Алладин сказал ему, «Приведи мне сорок восемь белых невольников, это будет моя свита, и пусть двадцать четыре невольника идут впереди меня двадцать четыре сзади, и еще достань мне тысячу золотых и самого лучшего коня!» «Будет исполнено!» — сказал Джин и скрылся. Он достал все, что велел ему Алладин и спросил. «Чего ты хочешь еще? Не хочешь ли ты, чтобы я разрушил город или построил дворец? Я все могу!» «Нет, пока не надо!» — сказал Алладин. Он вскочил на коня и поехал к султану на рыночной площади, где было много народу. Алладин достал из мешка горсть золота и бросил его в толпу. Все кинулись ловить и подбирать монеты, Алладин бросал и бросал золото, пока его мешок не опустел. Он подъехал ко дворцу и все вельможи, и приближенные султана встретили его у ворот и проводили в диван. Султан поднялся ему навстречу и сказал. «Добро пожаловать, Алладин! Я слышал, что ты хочешь жениться на моей дочери. Я согласен. Все ли ты приготовил к свадьбе?» «Нет еще, владыка султан», — ответил Алладин. «Я не выстроил для царевны Будур дворца». «А когда же будет свадьба?» — спросил султан. «Ведь дворец скоро не выстроишь». «Не беспокойся, султан», — сказал Алладин. «Подожди немного. А где ты собираешься построить дворец?» — спросил султан. «Не хочешь ли ты выстроить его перед моими окнами? Вон на этом пустыре». «Как тебе будет угодно, султан», — ответил Алладин. Он простился с султаном и уехал домой вместе со своей свитой. Дома он взял лампу, потер ее, и когда появился джин, маймун сказал ему. «Построй мне дворец до такой, какого еще не было на земле. Можешь ты это сделать?» «Могу», — воскликнул джин голосом, подобным грому. «К завтрашнему утру будет готово». И в самом деле на следующее утро среди пустыря возвышался великолепный дворец. Стены его были сложены из золотых и серебряных кирпичей, а крыша была алмазная. Алладин обошел все комнаты и сказал маймуну. «Знаешь, маймун, я придумал одну штуку. Сломай вот эту колонну и пусть султан думает, что мы забыли ее поставить. Он захочет построить ее сам и не сможет этого сделать. Тогда он увидит, что я сильнее и богаче его». «Хорошо», — сказал джин и махнул рукой. Колонна тотчас исчезла, как будто ее и не было. «Теперь», — сказал Алладин, — «я пойду и приведу сюда султана». А султан утром пошел к окну и увидел дворец, который так блестел и сверкал, что на него было больно смотреть. Султан приказал позвать визиря и показал ему дворец. «Ну, визирь, что скажешь?» — спросил он. «Достоин ли быть мужем моей дочери тот, кто в одну ночь построил такой дворец?» «О, владыка султан!» — закричал визирь. «Разве ты не видишь, что этот Алладин — колдун? Берегись, как бы он не отобрал у тебя твое царство». «Ты говоришь, все это из зависти», — сказал ему султан. В это время вошел Алладин и, поклонившись султану, попросил его осмотреть дворец. Султан с визирем обошли дворец, и султан очень восхищался его красотой. Наконец, Алладин привел гостей к тому месту, где маймун сломал колонну. Визирь сейчас же заметил, что не хватает одной колонны, и закричал «Дворец недостроен, одной колонны здесь не хватает». «Не беда», — сказал султан, — «я сам поставлю эту колонну. Позвать сюда главного строителя». «Лучше не пробуй, султан», — тихо сказал ему визирь. «Тебе это не под силу. Посмотри, эти колонны такие высокие, что не видно, где они кончаются, и они сверху донизу выложены драгоценными камнями». «Замолчи, визирь», — гордо сказал султан, — «неужели я не могу поставить одну такую колонну?» Он велел созвать всех каменотесов, какие были в городе, и отдал им свои драгоценные камни. Но их не хватило. Узнав об этом, султан рассердился и крикнул. «Откройте главную казну, отберите у моих подданных все драгоценные камни. Неужели всего моего богатства не хватит на одну колонну?» Но через несколько дней строители пришли к султану и доложили, что камней и мрамора хватило только на четверть колонны. Султан велел отрубить им головы, но колонну все-таки не поставил. Узнав об этом, Аладин сказал султану, «Не печалься, султан, колонна уже стоит на месте, и я возвратил все драгоценные камни их владельцам». В тот же вечер султан устроил великолепный праздник по случаю свадьбы Аладина с царевной Будур. Аладин с женой стали жить в новом дворце, а Магребенец вернулся к себе в Ифрикию и долго горевал и печалился. Только одно утешение осталось у него. Раз Аладин погиб в подземелье, значит и лампа находится там же. «Может быть, мне удастся завладеть ее без Аладина?» – думал он. И вот однажды он захотел убедиться, что лампа цела и находится в подземелье. Он погадал на песке и увидел, что лампы в подземелье больше нет. Магребенец испугался и стал гадать дальше. Он увидел, что Аладин спасся из подземелья и живет в своем родном городе. Магребенец быстро собрался в путь и поехал через моря, горы и пустыни в далекую Персию. Долго ехал он и, наконец, прибыл в тот город, где жил Аладин. Магребенец пошел на рынок и стал слушать, что говорят люди. На рынке только и было разговоров, что об Аладине и его дворце. Магребенец походил, послушал, а потом подошел к продавцу холодной воды и спросил его, «Кто такой Аладин, о котором здесь все говорят?» «Сразу видно, что ты не здешний», – ответил продавец. «Иначе ты знал бы, кто такой Аладин. Это самый богатый человек во всем мире, а его дворец – настоящее чудо». Магребенец протянул продавцу золотой и сказал ему, «Возьми этот золотой и окажи мне услугу. Я и вправду чужой в городе, и мне хотелось бы посмотреть на дворец Аладина. Проводи меня к этому дворцу». Продавец воды провел Магребенца ко дворцу и ушел, а Магребенец обошел вокруг дворца и осмотрел его со всех сторон. «Такой дворец мог построить только джинн, раб лампы. Наверное, лампа находится в этом дворце», – подумал он. Долго раздумывал Магребенец, как завладеть лампой. И, наконец, придумал. Он пошел к Меднику и сказал ему, «Сделай мне десять медных ламп, только поскорее. Вот тебе пять золотых в задаток». «Слушаюсь и повинуюсь», – ответил Медник. «Приходи к вечеру, лампы будут готовы». Вечером Магребенец получил десять новеньких медных ламп. Как только расцвело, он стал ходить по городу, громко крича, «Кто хочет обменять старые лампы на новые, у кого есть старые медные лампы, меняю на новые». Народ толпой ходил за Магребенцем, а дети прыгали вокруг него и кричали, «Сумасшедший! Сумасшедший!» Но Магребенец не обращал на них внимания. Наконец он пришел ко дворцу. Аладдина в это время не было дома. Он уехал на охоту, и во дворце была только его жена, царевна Будур. Услышав крик Магребенца, Будур послала слугу узнать, в чем дело. Слуга вернулся и сказал ей, «Это какой-то сумасшедший, он меняет новые лампы на старые». Царевна Будур рассмеялась и сказала, «Хорошо бы узнать, правда он говорит или обманывает. Нет ли у нас во дворце какой-нибудь старой лампы?» «Есть, госпожа!» – сказала одна служанка. «Я видела в комнате господина нашего Аладдина медную лампу. Она вся позеленела и никуда не годится». «Принеси мне эту лампу», – приказала Будур. «Отдай ее этому сумасшедшему, и пусть он даст нам новую». Служанка вышла на улицу и отдала Магребенцу волшебную лампу, а взамен получила новенький медный светильник. Магребенец очень обрадовался, что его хитрость удалась, и спрятал лампу за пазуху. Потом он купил на рынке осла и уехал. Выехав за город, Магребенец потер лампу, и когда джин Маймун явился, крикнул ему, «Хочу, чтобы ты перенес дворец Аладдина из тех, кто в нем находится, в Ифрикию. И меня тоже перенеси туда». «Будет исполнено», – сказал джин. «Закрой глаза и открой глаза. Дворец будет в Ифрикии». «Поторопись, джин», – сказал Магребенец. И не успел он договорить, как увидел себя в своем саду в Ифрикии у дворца. Вот пока все, что с ним было. А султан проснулся утром, выглянул в окно и вдруг видит – дворец исчез. Султан протер глаза и даже ущипнул себя за руку, чтобы проснуться. Но дворца нет как нет. Султан не знал, что и подумать. Он начал громко плакать и стонать. Он понял, что с царевной Будур случилась какая-то беда. На крики султана прибежал визирь и спросил. «Что случилось, султан? Почему ты плачешь?» «Разве ты ничего не знаешь?» – закричал султан. «Ну так взгляни в окно. Где дворец? Где моя дочь?» «Не знаю, владыка», – ответил испуганный визирь. «Приведи сюда Аладдина», – закричал султан. «Я отрублю ему голову». В это время Аладдин как раз возвращался с охоты. Слуги султана вышли на улицу и побежали к нему навстречу. «Прости нас, Аладдин», – сказал один из них. Султан приказал связать тебе руки, заковать тебя в цепи и привести к нему. Мы не можем ослушаться султана. «За что султан рассердился на меня?» – спросил Аладдин. «Я не сделал ничего дурного». Позвали кузнеца, и он заковал ноги Аладдина в цепи. Вокруг Аладдина собралась целая толпа. Жители города любили Аладдина за его доброту, и когда узнали, что султан хочет отрубить ему голову, все сбежались ко дворцу. А султан велел привести Аладдина к себе и сказал ему. «Правду говорил мой визирь, что ты колдун и обманщик. Где твой дворец? Где моя дочь Будур?» «Не знаю, владыка султан», – ответил Аладдин. «Я ни в чем перед тобой не виноват. Отрубите ему голову», – сказал султан. И Аладдина снова вывели на улицу, а за ним вышел палач. «Когда жители города увидели палача, они обступили Аладдина и послали сказать султану, если ты не помилуешь Аладдина, мы разрушим твой дворец и перебьем всех, кто в нем находится. Освободи Аладдина, а не то тебе придется плохо». Султан испугался, позвал Аладдина и сказал ему. «Я пощадил тебя, потому что тебя любит народ, но если ты не отыщешь мою дочь, я все-таки отрублю тебе голову. Я даю тебе срок сорок дней». «Хорошо», – сказал Аладдин и ушел из города. «Он не знал, куда ему идти и где искать царевну Будур. Из горя решил утопиться. Дошел до большой реки и сел на берегу, грустный и печальный. Задумавшись, он опустил в воду правую руку и вдруг почувствовал, что с его мизинца падает кольцо. Аладдин быстро подхватил кольцо и вспомнил, что это то самое кольцо, которое надел ему на палец Магребенец. Аладдин совсем забыл про это кольцо, он потер его, и перед ним появился Джин Дахнаш и сказал. «О, владыка кольца, я перед тобой. Чего ты хочешь? Приказывай. Хочу, чтобы ты перенес мой дворец на прежнее место», – сказал Аладдин. Но Джин, слуга кольца, опустил голову и ответил. «О, господин, я не могу этого сделать. Дворец построил раб лампы, и только он один может перенести дворец. Потребуй от меня чего-нибудь другого». «Если так», – сказал Аладдин, – «снеси меня туда, где стоит сейчас мой дворец». «Закрой глаза и открой глаза», – сказал Джин. Аладдин закрыл и снова открыл глаза и очутился в саду перед своим дворцом. Он вбежал по лестнице и увидел Будур, которая горько плакала. Увидев Аладдин, она вскрикнула и заплакала еще громче, теперь уже от радости. Она рассказала Аладдину обо всем, что с ней случилось, а затем сказала, «Этот магребнец много раз приходил ко мне и уговаривал меня выйти за него замуж. Но я не слушаю злого магребнеца, а все время плачу о тебе». «А где он спрятал волшебную лампу?» – спросил Аладдин. «Он никогда с ней не расстается и всегда держит при себе», – ответила Будур. «Слушай, Будур», – сказал Аладдин, – «когда магребнец опять придет к тебе, будь с ним поласкивее. Попроси его поужины с тобой, и когда он начнет есть и пить, всыпь ему в вино вот этот сонный порошок. Как только он заснет, я войду в комнату и убью его». «Он уже скоро должен прийти», – сказала Будур. «Иди за мной, я тебя спрячу в темной комнате, а когда он уснет, я хлопну в ладоши, и ты войдешь». Едва Аладдин успел спрятаться, как в комнату Будур вошел магребнец. Она весело встретила его и приветливо сказала, «О, господин мой, подожди немного, я принаряжусь, а потом мы с тобой вместе поужинаем». Магребнец вышел, а Будур надела свое лучшее платье и приготовила кушанье и вино. Когда колдун вернулся, Будур сказала ему, «О, господин мой, обещай мне исполнить сегодня все, что я у тебя попрошу». «Хорошо», – сказал магребнец. Будур начала его угощать и поить вином. Когда он немного опьянел, она сказала ему, «Дай мне твой кубок, я топью из него глоток, а ты выпей из моего». И Будур подала магребнецу кубок вина, в который она подсыпала сонного порошка. Магребнец выпил его и сейчас же упал, сраженный сном, Абудур хлопнула в ладоши. Аладдин только этого и ждал. Он вбежал в комнату и, размахнувшись, отрубил мечом голову магребнецу. А затем он вынул у него из-за пазухи лампу, потер ее и сейчас же появился Маймун, раб лампы. «Отнеси дворец на прежнее место», – приказал ему Аладдин. Через мгновение дворец уже стоял напротив дворца султана. Султан в это время сидел у окна и горько плакал о своей дочери. Он сейчас же побежал во дворец своего зятя, где Аладдин с женой встретили его на лестнице, плача от радости. Султан попросил у Аладдина прощения за то, что хотел отрубить ему голову. Аладдин долго и счастливо жил во дворце вместе с женой и матерью, пока к ним всем не пришла смерть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok